Я вас приветствую на моём YouTube-канале, как всегда, Мукбанк, и вас приветствую, мои маленькие извращенцы. Сегодня тема будет не про извращенцев, это дневной Мукбанк, но не менее интересная тема маменькины сынки. Маменькины сынки, вот такие вот маленькие дядечки, которым уже под 40 лет и живут всё с мамами. У меня сегодня прекрасные пельмени, нет, я их сама не делала, я их купила, это ручная лепка. Я не знаю, кто как ест, но я люблю есть ложкой, ну не люблю я есть вилкой пельмени, и люблю я их с майонезом и с чёрным перцем. Ой, простите, извините, да что ж такое, это от перца. Это, видимо, у меня пельмени с говядиной. Ручная лепка, покупала, значит, я в магазине, где они сами продают мясо, ну и лепят эти пельмени. Действительно, не обманули, очень вкусно. У них есть и с кроликом, и с уткой, но я вот больше по говядинке тащусь. Кстати, у нас так похолодало, и дома так уютно стала сидеть, одела свою старую пижаму, помятую. Сейчас поем вкусных горячих пельменей и залезу под одеяло. Но суть такая, вообще разговоры. Написала мне девушка в директ, она, кстати, мне пишет периодически какие-то истории, я уже не раз снимала, эти истории, значит, на мукбанг, подаю, ну, мне предлагают темы разные. Ну и вот, и в очередной раз, говорит, вспомнила маменькины сынки. И я думаю, ёпта, я давно эту тему не поднимала про этих маменькиных сынков. Боже мой, один мне же такой попался маменькин сынок, блин. Вот, к сожалению, блин, так обидно, что он оказался маменькиным сынком, и вообще оказался, что какой-то недомужик. Давным-давно я встречалась с парнем. Познакомилась я с ним на сайте знакомств. Переписывались, переписывались, и он говорит, ты что делаешь днём? Я говорю, да ничего, свободно, поехали в ресторан. Я говорю, да поехали. Вы знаете, как легко вот, то есть, привет, как дела? Чем занимаешься? Поехали в ресторан? Да поехали. То есть, наше общение началось вообще с лайта такого. Мы поехали в ресторан. Причём я, когда вышла к нему, он приехал за рулём, и в жизни он намного симпатичнее был, чем на фотографиях. Я была приятно удивлена. Он был очень стильно, кстати, одет. Как оказался, он зубной врач, зубной техник, или что он там, протезы, что-то с зубами. Ну, не именно их лечит, а вставляет эти протезы зубные, не протезы, а импланты, импланты, имплантолог, да, или как правильно там называется. И вот у нас, значит, мы сидели в ресторане, и мы так друг другу понравились, что мы до самого вечера провели в этом ресторане. Естественно, мы начали прибуфивать. Ну, он чуть-чуть, потому что он за рулём. Он говорит, заказывай всё, что хочешь, ну всё. Я думаю, боже мой, какой идеальный мужчина. В моём вкусе чернявый, немножечко такой плотненький, хорошо одет, хорошая... А, не женат, нет девушки. А ребёнок от первой жены, да, у него есть. А мне похуй, о чём мне на этих детей от бывших жён. Вообще в сторону. Потом мы поехали к нему не домой, именно изначально. Мы поехали в продолжение, там у него есть квартира. Мне поферу. Мы продолжили, разъехались по домам. Он вызвал мне такси, я уходил. Короче, наше общение началось безупречно, классно, безумно. Мне он, кстати, нравился, вот, общение, общение. И начал он... Потом он меня привёл домой к себе. А, он тоже любитель по ресторанам ходить. Мы вечно рестораны, рестораны, денег он не жалел. Днём он освобождался, либо вечером освобождался. Ну, то есть у него такой плавающий график был, что мы могли встретиться с ним. А я, как дама была неработающая, встретиться в любой момент с ним, и это было очень, кстати, удобно. Вот. И, значит, он меня привёл к себе домой. Домой, да. Но, кстати, мы с ним начали встречаться и днём, и вечером. То есть у него такой плавающий график был. Он сказал, что он живёт один. Но когда он меня привёл домой, дома оказалась мамочка, мамулечка, мамулечка. Значит, я разругалась с папой. И такая она стервозина, стерва просто. Знаете, такие женщины есть, которые ненавидят тебя уже. Даже ещё она тебя не знает, но она тебя уже ненавидит. Которому надо сыночеку погладить трусишки. Надо попочку надо сорокалетнему. Ему 37 лет на тот момент было, по-моему, да. Попочку надо сыночку потереть. Сыночек, чем будет завтракать, мой хороший? А у него двухэтажная квартира. Она спала внизу, мы тусовались на втором этаже в его комнате. И он начал мне покупать вещи, меня обеспечивать. Мы начали. Он такой шмоточник, как и я, значит. И я говорю, ну, поехали там куда-то что-то купим. А, нет, вру. Это он мне начал предлагать. Поехали тебе там что-то купим, что ты хочешь. Мы мне купили пальто, духи. Короче, на полтинник он меня одел. Но там немного было, там что, только пальто сколько стоит, да, плюс духи. Восемь тысяч стоили. Ну, так нормально, что он меня одел. И, значит. Мы вот это вот пошопили всё. И поехали к нему домой. Значит, и он говорит, давай так. А ему тоже, по-моему, что-то купили. Он говорит, давай так, вещи оставим в машине. Вот эти новые. Чтобы мама вдруг не узнала, она будет очень любопытно и расспрашивать. А что это за вещи? Зачем купили? А сколько стоит? Я думаю, ну, ладно, хорошо, давай оставим. Хотя, зачем это надо было? Вообще не понимаю. Ну, купили вещи и купили, что это не из её кармана. Может, я сама себе эти вещи покупала. Да ладно. Вот она пиздила постоянно на меня, фыркала. Чё ты шастаешь по ночам? А я спустилась попить воды. Она, получается, под лестницей эта падла старая спала. И мне нельзя было ночью не в туалет спуститься. Мне нельзя было ночью не попить воды вниз, спуститься на кухню. Потому что это её будило. И чё я шоркаюсь по ночам? И чё мне не спится? И какого хера? А он тоже такой любитель прибухнуть, как и я, в пиво. И вот мы вкусного пива наберём с ним. А я когда подвыпью, мне хочется всегда курить. И у него, получается, окно, как называется, вверх открывается. И он говорит, Лиза, кури здесь. Закрывал дверь, и я курила. И мамаша пиздела, вот тянет сигаретами. Ну, ладно, про сигареты я ещё согласна. Но где мне было там курить? На первом этаже тоже нельзя было курить. Потому что там эта мамаша была. Короче, и вот она начала меня оскорблять. Мы как-то купили шампанское. Или не шампанское, не помню, какой-то мой напиток. Вот мы сидели втроём на кухне вечером. И она меня начала оскорблять, что я бездарная, что я такая. А он ей просто сидел. Мам, ну чё ты? Мам, мам, ну хватит. Ну, мам, ну чё ты? То есть он не мог ей сказать, так, мам, это мой выбор, это моя женщина, мне с ней жить, там, я не знаю, гулять и всё остальное. Нет, он такого не говорил. Он просто, ну, мам, ну, мам, ну, мам, вот это вот слюнтяйство его. Мам, ну чё ты приготовила? Мама, чё ты это? Знаете, вот эти вот чувства, не то, что чувствуется, это видно чересчур. Вот эта мамаша приехала. Видимо, она отца там заебала, что они поругались. Она приехала его контролировать. И вот это скандал на скандале, скандал на скандале. Вот так с ним не сложилось. Я вообще не жалею, но, в принципе, мужик хороший был. Вот если бы не его мама, я бы уже через три месяца переехала бы к нему жить. А я хотела жить. У него квартира очень уютно, безумно. Всё со вкусом обставлено. Мне понравилось ещё, что она двухэтажная. Вот. И я бы, конечно, да, я бы с удовольствием к нему бы приехала. Тем более, у меня к нему были чувства. Не то, что я его любила. Он мне нравился. Но потом я стала анализировать его все поступки. Вот это отношение с мамой. Мама бы не дала нам жить. Нет, она такая стервозина, она бы всё сделала. Но оскорблять, сидеть меня, толком меня не знаю. Я её плохого ничего не сделала. Её сыну я тоже ничего плохого не сделала. Я просто с ним встречаюсь. Я просто с ним провожу время, да. У нас любовь морковь, типа того. И ты меня сидишь, блядь, ещё оскорбляешь. За что? Причём, деньги на жизнь он мне давал сам. Я его даже не просила. Единственное, я попросила один раз дать мне деньги на 5000 на покраску волос. Всё. А так всё он сам давал. С деньгами не было проблем у него. А мамаша на почве того, что я была безработной на тот момент, она вот это вот зудела, почему я нигде не работаю, надо идти работать. Я не против была пойти работать. Абсолютно не против, потому что чем-то надо было заниматься, не сидеть в носу, ковыряться целыми днями, да, пока он бы, там, мой парень, там, муж, ну, не муж я имею в виду, да, вообще тот мужчина работал. Вот, вот, и он уже начал такой, ну, может, ты куда-нибудь устроишься уже хотя бы за 15 тысяч рублей? И меня забесило. Даже не тот факт, что он меня устраивал на работу, потому что ему эта мамаша назудела вот этому маменьку, сынку, что... Сына, сын, о, что это она у тебя не работает, сын, надо её устроить, работать. Я хотела сказать, мамаш, езжайте к папаше уже жить, хватит ломать судьбу своему сыну. И так она у него прожила, мы потом с ним что-то переписывались, мы расстались с ним, потом мы с ним переписывались. И так она у него, да, она у него так и жила, у него не было личной жизни никакой. И потом, спустя года два, я его встретила в магазине с какой-то бабой. А баба такая была, вот такая вот, вух! Абсолютно некрасивая внешность, цыганка какая-то ёбаная. И вот он остановился со мной, там попиздеть, и я такая, смотрю, его баба какая-то ждёт. Я говорю, ну ладно, я говорю, давай, он хорошо выглядит, я говорю, спасибо. Я смотрю, он пошёл с этой бабой. У таких мужчин, которые долго живут с мамами и не собираются от неё съезжать, как история подписчицы моей, да, она сказала, говорит, её подруга начала встречаться, или не подруга, не знаю, кто с парнем начал встречаться, но он там в 30 с чем-то лет живёт с мамой. Говорит, ну живёт с мамой и живёт. Так эта мамаша его контролировала. Они где-то погуляли, сели, значит, на лавочку. Между ними возникла страсть. Начали целоваться, обниматься, и тут звонит мамаша. Говорит, ты с кем? А дай-ка там трубку, там, допустим, Кате. Катючка, сыночку рано вставать на работу завтра, давай, давайте, расходите, всё, погуляли, всё. Потому что он не хотел съезжать от мамы, она думает, ну, уже предложить им совместно снимать квартиру, да, чтобы не с мамой. И мама его контролировала вот так во всём. Ну, это просто полный пиздец. Да, такие есть мамы, я не хочу никого оскорбить. Каждая мама, естественно, переживает за своего сына, естественно, переживает, чтобы с ним было всё хорошо. Но не надо переусердствовать, когда ты лезешь уже в отношения. Он сам разберётся, с кем ему трахаться, с кем ему встречаться, жить и всё остальное. То есть вы можете просто навредить своему сыну. И вообще маменькины сынки, вот эти вот сосунки, они неисправимы. На самом деле они будут до старости, до старости или до смерти своей мамы жить именно с мамой, да, жить. Ну, вот так вот реалити. Поэтому с вот этими самцами домашними, мамашинскими, мне кажется, лучше даже не связываться абсолютно нам, девушкам. Потому что ничего из этого хорошего, я думаю, не получится. Мама всегда будет стревать и палки в колёса. В итоге вы разойдётесь, будучи с ребёнком, на руках одни. Вам это надо? Не надо. А муж ваш, бывший муж, так и не сделает ничего для вас хорошего, потому что он будет мама. Мама скажет, вот не надо ей помогать, не надо. А вдруг ребёнок не от тебя? Не, ребёнок не от тебя точно. Смотри, не похож, не наша порода. Может, пускай сделает тест ДНК за свой счёт за 30 тысяч рублей. Вот. Да гуляет она, шалава она, по-любому. Шалава и шлюха. Ой, сына, не надо тебе. Вон из соседнего подъезда есть какая-нибудь ботаниха, понимаете, которая трусы снимет, оттуда мухи полетят. Вот такую тебе надо, сына. Спокойная девочка, всё время здоровается со мной. Хорошая такая. Работа, дом, работа, дом. Можешь, приглянёшь её? Ой, может, она тебе приглянётся? Вот такая вот девочка. А вот эти вот все шалавы, вот это шлюхи они, понимаешь? Вот такие вот мамы. Мамы есть, существуют. Вот. Что вы думаете по этому, кстати, поводу? Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте, под каждым моём видео есть ссылка на донат и карта Сбера, куда вы можете перечислить на развитие помощи канала. Всех целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok